Вот тут еще одно, еще одно сообщение Reuters, еще одно сообщение Reuters, оно про то, что, оказывается, велись переговоры при посредничестве Турции о том, чтобы новую сделку черноморскую заключить между Украиной и Россией, вот сейчас, и в последний момент Украина отказалась. Я такой сижу, думаю, ну слава богу, хотя бы от этого отказались, ведь там наверняка было со стороны России условие, чтобы мы не били по Крымскому мосту, не били по их кораблям в Черном море, правильно? Ну а иначе зачем бы они заключали сделку? Получилось бы, по НПЗ бить нельзя, по кораблям российским в Черном море нельзя, вот воюете только здесь, на линии фронта, и только снарядами, которых у вас в 10 раз меньше, и без кабов, потому что у них кабы есть, а у нас нет, потому что у нас самолеты в 30 раз меньше. И как воевать? Вот как? Кстати, в 30 раз, прям получается, Зеленский, он сказал в той же речи, что у россиян на фронте 300 самолетов в Украине, у нас получается 10 всего осталось самолетов. Ну, наверное, так и есть кто-то, почему нет? Поэтому мы так ждем того, что к нам прилетят все-таки дорогие наши соколики F-16-е. И вот Норвегия. Норвегия заявила, что передают Украине F-16 для ударов глубоко в российский тыл. Об этом сообщил глава МИД Норвегии Эстенбард Эйде. То есть, все-таки не все нас бросили, фото Норвегии. Говорят, что истребители F-16, которые его страна передаст Украине, помогут ВСУ бить глубже по российским тылам. Об этом он сообщил во время брифинга совместного с главой Украинского МИДа Дмитрием Гулебой в Киеве. Он считает, что Украине нужно укрепить свою способность наносить удары в тылу противника. Это одна из причин, почему мы рады принять участие в программе «Истребители F-16», по которой мы передадим норвежские F-16, обновленные в хорошем состоянии совместно с датчанами и нидерландцами. Это, кстати, ответ на то, что некоторые скептики тут писали, что нам дадут какие-то старые устаревшие F-16. Нет, нет. Апгрейд, модернизация. И только после этого нам их все выдают новенькие F-16-е. Новенькие F-16-е. Вот этот глава МИДа норвежского уверен, что появление F-16 на поле боя станет ощутимым вкладом в способности Украины. Да, хотелось бы уже. Вот нам бы еще получить все это вместе. Американскую помощь, F-16. А шансы на это есть. Сейчас доберемся, мы доберемся на американскую помощь. Не бойтесь, я оставил, оставил шанс наш, оставил и все. Это я так нагнетаю. Все будет. Все будет. Норвегия передаст нам, кстати, 22. Истребители, часть они уже послали в Румынию для тренировки наших войск. Ну, а, кстати, на море, о котором я только что говорил, в воздухе вот это дела. А в морских делах мы, видимо, в том числе отказались от этой якобы сделки с россиянами, потому что у нас вот успехи в ракетостроении. Украинским инженерам удалось увеличить дальность действия ракет «Нептун» до тысячи километров. И планируется увеличить их производство в 10 раз. А значит, слушайте, скоро у России кораблей не останется. Россия будут жаловаться, ну что, у нас по кораблям один к десяти, на наш один корабль у них 10 «Нептуна». Редактор субтитров А.Семкин